Я приглашаю в студию Влада Сташевского. Влад Сташевский, эстрадный певец. После окончания восьмилетки учился в Суворовском училище, затем в Московском государственном институте коммерции. Учебу совмещал с игрой на бас-гитаре в студенческом ансамбле. Такая всесторонняя подготовка привела к удивительным результатам. В первый же год своих сольных выступлений Влад стал российской суперзвездой. Как бывший суворовец, решительной атакой завоевал сердца девушек всех возрастов. Как бывший студент коммерческого вуза, распродал тираж диска в рекордно короткие сроки. Впрочем, нельзя не отметить, что ему помогал один из крупнейших российских продюсеров Юрий Айзеншпис. Следующий альбом господина Сташевского только за первую неделю продался в количестве 15 тысяч экземпляров, что для совсем молодого рынка российских CD было астрономической цифрой. Одновременно с этим был признан самым пиратируемым артистом года. В 97-м году по приглашению Сената США Влад Сташевский дал сольный концерт перед более чем 20-тысячной аудиторией. К настоящему моменту выпустил 9 альбомов. Разведен, имеет сына. Я теперь совсем другой. Здравствуйте, Влад. Мы ведь помним, как красиво была обставлена Ваша свадьба, сколько газет, журналов публиковали все это. Развод стал неожиданностью для Вас? Нет, абсолютно никакой неожиданности не было в связи с этим. Мало того, прожив 4 года, последний год, даже 5, и вот после 4 мы как-то вдруг резко стали абсолютно чужими людьми друг для друга. Что-то бывает причиной. Бывает, конечно, причин много, и я могу сказать, что последний год я даже больше сам провоцировал на то, чтобы моя бывшая жена Ольга подала на развод, потому что мне, как тогда казалось, и, наверное, и сейчас так же, я остаюсь при этом мнении, что это должна делать этот первый шаг женщина. Почему? Не знаю. Не знаю. Вот почему-то мое такое ощущение, что мужчина не должен подавать на развод. Поэтому вот когда мы стали уже друг для друга абсолютно чужими людьми, и, мало того, у нас общий ребенок, Данька, который уже ходит в первый класс, и даже это не стало каким-то камнем преткновения. В любом случае, я посчитал так, что не нужно дожидаться, как бывают примеры, до совершеннолетия детей, и вот терпят ради ребенка, ради детей. Родители себя-себя мучат, и ребенка на силу. Абсолютно. Поэтому, как бы, вот принял такое решение, что... А Данька, он всегда был достаточно взрослым человеком, и даже в свои 4 года, когда ему было, когда мы расходились, разводились, то есть он уже все... Кстати, эта ситуация детей очень взрослит. Они становятся более самостоятельны, и даже отличаются уже от своих сверстников. Мало того... Как-то неизвестно, хорошо ли это... Хорошо это или плохо, но на моем примере можно посмотреть, хорошо это или плохо, потому что мне было 2 года, когда развелась моя мама с моим папой. Мало того, вот тема нашей программы «Правильный развод», так вот я могу сказать, что у меня развод был очень правильный. Очень правильный? Очень правильный, поясню. То есть никаких скандалов, никакого ора, никаких там цепляния ногтями в глаза, никакой битой посуды. То есть просто сели, серьезно поговорили, да. Когда пришли к выводу и к мнению, что любовь прошла, я, естественно, дал обещание, и это было и просьба одновременно, и обещание, что с Данькой я буду видеться, и все, что знаю я, будет знать он, и по жизни вести себя правильно. Мало того, вот ему сейчас уже 7 лет исполнилось, совсем недавно мы периодически видимся, за что я очень благодарен, кстати, Ольге. Никак не препятствует. Это тоже доказывает то, что люди интеллигентные, семья очень таких, скажем, правильных правил. Вот как раз обращусь к женщинам и скажу, что всегда, да, развод, какой бы он ни был, цивилизованный или с битьем посуды, конечно, остаются какие-то обиды, злость, ненависть, недосказанность. Но давайте здраво смотреть, и ребенку всегда нужен отец, и как бы вот это вот, так поступает мудрая женщина. А, ну, у вас все хорошо, но вот у Бария Алибасова, например, совершенно иная позиция. Он считает, что с бывшими женами общаться вообще не надо. Ну, если есть дети, как же не общаться? Несмотря на то, что я не общался с женой, она моего сына воспитала в любви ко мне. И вот он сейчас меня любит. Наверное, меня так никто в жизни не любил, как любит меня сын. И сейчас он живет со мной уже 6 или 7 лет. Но это воспитала его мать, с которой мы не общались. Любовь ко мне она воспитала. Потому что она его постоянно, даже на фотографиях, на передачах, она все время обо мне говорила очень хорошо. А вы не показываете ребенку фотографию отца? Отчего у вас вот такая преграда? Вы говорите, что работали над этим прощением. 5 лет уже много прошло. Нет, дело в том, что я какой-то... Был такой период, когда я... Стянитесь, выходите замуж, и вы о будущем думаете? Вы заключаете какой-то брачный контракт? Я не знаю. Он просто откровенно засмеялся. Ну, конечно. Нет, в то время было не актуально делать какие-то контракты. И я до сих пор считаю, что... Ну, не знаю, русским это присуще или вообще. То есть по-человеческим понятиям, мне кажется, должно быть только на доверии все построено. Мало того, я скажу, что на сегодняшний день я любим и люблю. И в ближайшее время у меня с моей любимой Ириной будет свадьба. Поэтому у меня абсолютный душевный комфорт как в мыслях, так и в душе, так и в квартире встать. Ну, хорошо, но тем не менее вы смеетесь.